34 года. Живу, работаю в Минске. Что привело меня на этот проект, это то, что на самом деле в данный момент, в последнее время, у них это какие-то интересных новых эмоций. Первый раз участвую в конкурсе, поэтому мне достаточно интересно это участие, несмотря на то, что безумно долго ждали, наконец-то и здесь, спасибо. Что касается моего социального проекта. В первую очередь, хотелось бы задуматься о социальных сиротах. То есть это те детки, которые на данный момент находятся в детских домах при живых родителях. И как правило, большинство из них, процентов 75-80, повторяют путь именно своих родителей. Поэтому, в принципе, программа может быть направлена на то, чтобы показать им какие-то новые моменты их жизни, показать им будущее, сделать всевозможные семинары с педагогами, с преподавателями. Это в общем, да, собственно говоря. Что-то конкретное. Сдается фонд, фонд поддержки. Можно его назвать «Сильный выбор», допустим. Не учитывается название. Проводятся какие-то рекламные кампании, проводится какая-то благотворительная деятельность на сбор средств для этого фонда. Собственно говоря, эти средства выделяются для поезда куда-либо. То есть это могут быть экскурсии по Беларуси. Я очень сильно интересуют именно вот эти рекламные кампании и вот эти сборы средств. Потому что существуют и фонды, и уже собирают деньги. Но какую-то, может быть, необычную форму сбора этих денег, каким образом это можно сделать? На самом деле опыт уже был таковой в прошлом году. То есть я участвовала в лидерской программе «Восемь». Мы помогали школе для слабовидящих слепых деток, 178-й на Богдановичей. И благодаря нашей акции мы собрали порядка 150 миллионов царских рублей. Эта акция проходила порядка трех месяцев. И, в принципе, вы знаете, что после нее как-то формируются некие стержни, после которого можно спокойно сказать «Да, я это сделал». Собственно говоря, эта акция направлена на то, если вы прочитали мою анкетку, вы, наверное, заметили, что я работаю в туристическом агентстве. На данный момент это мое такое родное детище, которым я очень сильно болею, поэтому бонусом, бонусом этой программы могла бы стать поездка для детей в Диснейленд. Вот, тогда отлично. И на самом деле я... Ну, поправочка, наверное, мы не сможем охватить всех детей, потому что на самом деле их очень много. по каким-то результатам, допустим, определять, кто лучше учился, кто как-то себя выделял. То есть, в принципе, есть выходы на детские дома, на преподавателей, с которыми можно пообщаться. Ну, то есть, если вы общаетесь, то это будет стимул. Да, у них будет стимул, совершенно верно. То есть, и сбор денег как раз вот на то, чтобы поехали эти дети. Совершенно верно, да. Ну, конечно, это отличный стимул, если еще им показать несколько раз что-то в Диснейлендии. Вы были в Диснейлендии? Честно, нет, не была. Побывайте, я был недавно в Гонконге в Диснейлендии, и все равно вспоминают удовольствия. Ну, конкретно рассматриваются, скорее всего, Парижки в Диснейлендии, а не в Гонконг. Ну, понятно, что в Гонконг это дольше. Очень сложно будет. Нам не всего в Парижске, и если так произойдет, то у нас просто. Спасибо. Пожалуйста, про таланты вы меня спрашивать не будете, да? А есть что указать? Так с удовольствием. Нет, честно говоря, я хотела бы продолжить. Занимаюсь танцами восточными, но это на Липецевском уровне, поэтому танцевать ничего не буду. А может, пару пар? Собственно говоря, честно говоря, вот сегодня... Профессионализм вот этим опьянется, что именно сегодня и именно сейчас. Не оправдание, просто, наверное, волнуюсь немножечко и не хочу выглядеть глупо. Скажу им большое спасибо, было бы очень приятно пообщаться с вами. Ну, спасибо вам. Спасибо.